Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава ТЦВ. Вы знаете, я вчера ездил по Израилю, был в многих городах таких, Ацфате. И вот такой мессианский город, там много говорили мессия, приход Машехов. Все время в нашей религии говорят, вот придет Машех, вот придет. А что это такое вообще? Почему мы ждем? Что вообще? Давайте два слова об этом поговорим. Эта идея не сегодняшняя, она стара. Это было предсказано с самого начала. В Мишне конец трактата Сатам. Мы учим следующее. Перед приходом Машеха возрастет наглость, все вздорожает. Виноград даст плоды, вино будет, но вино будет дорогим. Юноша будет стыдить стариков, что еще у нас? Сын свернословит, отца, мать встанет на, дочь встанет на мать, невестка на свекровь. Врагами человеческого станут его домашние. Лицо поколения, как лицо собаки. Сын не будет стесняться отца. И ни на кого будет опереться, кроме отца небесного. Задается вопрос. Почему? Почему с приходом Машеха такое положение станет совершенно ужасное? Отвечал на это очень интересно Машгек, Ешивы Мир, Гаон Ерухам. Он говорил следующее. Машгек придет и предложит решение. Служение Богу он скажет важно, заповеди, Тора. И пока он не придет, пока не будут использованы все остальные другие решения, в которых люди разочаруются. Социализм, измы, социализм, капитализм, я знаю, что только не все, что люди перебровывают. Некоторые будут полагаться на экономику, но грош исчезнет из кармана, написано, цены вздорожают. Виноград принесет воды, но вино будет дорогим. То есть экономические учения будут опровергены. Положение в обществе будет ненадежно. Правила поведения обычаи ничего не дают. Семья ненадежна. Все обрушается. Когда все поймут, что нет ни одного реального опоры, они обратятся к опоре той реальной, о которой мы сегодня и говорим о ней. Кроме Бога нет опоры. И он не может навязать себя людям. Он придет к нам, когда мы увидим, и уже ни на что мы не сможем полагаться. Когда все разочаруются во всяких волшебниках, которые с экранов телевизоров рассказывают, как они через три минуты все могут сделать хорошо. Как если поменять Васю на Колю, или учение из манаизма, что-то исправится, ничего не произойдет. Только тогда, когда волшебники разочаруют, решения их обманут. Когда поднимется экран и все увидят, что за ними ничего нет, придет Машех. Но есть еще несколько нюансов. Бог готов посылать благословение человеку уже сегодня. Но человек не готов. Он не является подходящим сосудом. Поэтому в начале Бог, вот перед мессианской эпохой, посылает нам что? Трудности. Испытания, которые изменяют человека и подготавливают его к восприятию подарка. Можно сказать, что подарок находится в дороге. И просто наши мудрецы в Тракратии Брахот говорит, что Всевышний сначала льет воду, а потом дает, так сказать, ведро. Что имеется в виду? Что он сначала дает трудности человеку, чтобы превратить человека в подходящий сосуд для какой-то благословения. Поэтому, к сожалению, это так. Но мы можем спросить, а почему для того, чтобы изменить человека, почему, для того, чтобы сделать его совершенным, ему посылаются трудности и несчастья. К сожалению, ответ на этот вопрос тоже есть. В большинстве случаев, когда у человека все идет хорошо, жизнь течет спокойно, когда все гладко, он ленится, не работает над собой. Он не видит духовности, он почти не развивается. Он занят. Он победитель, он стремится. Поэтому, к сожалению, только когда наступают тяжелые времена, и начинаются трудности и неудачи, человек начинает шевелиться и пробует искать какие-то решения для своей души. Есть ли у нас гарантия, что вообще все закончится хорошо? Есть. Когда мы рассуждаем о конце времен, мы должны помнить, что Бог только один определяет начало истории, и он же установит ее конец. И вот дав человеку, вот нам всем с вами, свободу ошибаться, он не может позволить нам ошибаться вечно. Божественная ответственность за творение, он же создал мир. Это и есть гарантия того, что цель, ради которой был создан мир этот, все будет в конце концов хорошо. В этом корень вот этой вот мессианской веры, в которой мы обладаем. Бывает, что человек, переживший какие-то неприятности, кризисы, проблемы разные, не буду их перечислять, начинает вести религиозный образ жизни. И люди тогда считают, что вот он нашел, везде все обрушилось, он нашел поддержку в религии. На самом деле причина несколько иная. Все время, пока он не обращал внимания на свою душу, он не шел так по жизни. И только пережив кризис, человек, когда немножко надламлится, когда человек понимает, что не все в его руках, он становится более восприимчивым к душе. И поэтому Бог вынужден посылать нам эти кризисы, чтобы спасти нас от самих себя. Сказали наши мудрецы, даже если пал человек туда, куда пал, избави Божия, да, пока еще он крепится как-то, пока он еще как-то надеется на что-то, надежда, если не расстается, то еще все будет в порядке у него. Он может еще раскаяться, вернуться к Богу. Ну и, наверное, последнее, что хотелось сказать. Сказали наши мудрецы, каждый человек из нас похож в глазах Творца на денежную купюру. Даже если ее роняют на землю, пачкают, наступают на нее ногой, она все равно не теряет своей ценности. Мы никогда не теряем ценности своей в глазах нашего Небесного Отца. Никогда, что бы мы ни делали. Надо только быстрее возвращаться, потому что дорога, чем дальше отходишь, тем трудней. Брахава от Слаха. Продолжение следует...